Мы уже не в первый раз рассказываем вам, наши дорогие телезрители, о деревне Надкопания. Все здесь спокойно и гармонично. Величественный белый храм главенствует над откругой, и кажется, будто он плывет в небе, словно корабль спасения. Звук колокола отзывается теплой волной в сердце, и душа радуется, трепещет от всей этой красоты и умиротворенности. Много людей приезжает на подворье храма Рождества Христова в Надкопании. Одни, чтобы помочь, другие, чтобы получить помощь. Одни, потому что лишились всего, а другие, потому что когда-то были одарены здесь любовью. И их объединяет личность Игумена Антония и крепкая дружба. Мы, как часть Русской Православной Церкви, организован приход при храме Рождества Христова. И вот эта часть, где мы находимся, является подворьем этого храма. На подворье размещается у нас гостиница, спальный корпус, трапезный храм, архиерейский дом. Потому что это все у нас оформляется в архиерейской подворье уже переходит. И как бы мы занимаемся такой внутренней, у нас такая жизнь происходит. Сюда приезжают, ну, по благословению, конечно, по договоренности, люди, которые страдают наркотической зависимостью, алкогольной зависимостью. И люди, оставшиеся без жилья, бывают такие. И как бы вот проходит такой, можно сказать, курс реабилитации в трудовой. Ну, и кто живет, потому что здесь, как бы, у нас такая спокойная обстановка. В отличие от городской, откуда они рваются, где есть соблазны на всяческий грех. То есть пьянство, блуд, все прочее, наркомания. Город, он как бы подразумевает это, потому что большое стечение народа и большое количество соблазнов. Поэтому мы приходим здесь, живем тихой, патриархальной жизнью, трудимся, потому что мы должны себя обеспечивать. Должны себе вырастить еду, то есть овощи, должны, значит, скотиной ухаживать, молоко свое, чтобы было мясо. То есть на питание тех людей, которые здесь находятся. Поэтому здесь труд заключается в этом, что цикличность сельхозтрудов, что это огород, это заготовка дров, это топка, значит, котельная. У вас своя котельная здесь, да? Ну, местная, локальная котельная, как бы. И как бы вот уход за скотиной, за животными. Само подворье расположено на участке, некогда принадлежавшему местному совхозу, два десятка лет канавшему в небытие. С тех времен остался, собственно, только дом, в котором сейчас проживает отец Антоний. Впрочем, до советские времена домик и так принадлежал духовному сословию, а именно диакону Наккапанского храма Рождества Христова. За исключением бывшего диаконского дома, все постройки современные, возведенные отцом Антонием вместе с трудниками. Буквой Г стоят два жилых корпуса. В первом из них, кроме жилых помещений, или как их тут называют, кельи, расположена кухня. В гостинице по преимуществу отдана гостям, к ней примыкает коровник. В центре подворья маленькая церквушечка, иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша. За ней строятся покои для Пресвятейшего Архиерея. Владыка Мстислав хочет, что в будущем Наткапанский храм стал именно архиерейским подворьем. Это, кстати, одна из обязательных ступеней для того, чтобы подворье в будущем могло быть признано монастырем. Сегодня в подворье живут четверо трудников и сам отец Антоний. Коты на подворье – жители незаменимые. Мало того, что мышей ловят, так еще и несут радость окружающим. Кроме кошек, подворье населяет и другая живность. Гроза гостей – здоровый пес Рэм. Помесь немецкой овчарки и дворняги – он везде сопровождает отца Антония. Сходу трудно понять, когда отец Антоний говорит серьезно, а когда шутит или слегка преувеличивает. В разговоре с ним понимаешь, что с юмором у него все в порядке. Мы одно целое, один организм. Духовно должны болеть за здоровье нации. Это основная задача, чтобы мы были духовно здоровы. Если мы будем духовно здоровы, то у нас все будет получаться. Мы уже отмитаться. Вот нет санкций – да и пошли они подальше. Мы свою наколотим, надеваем. И будем есть свою капусту с помидорами. К примеру, да, грубо, конечно. Но мы должны, мы уже отучили, облинились. Мы не можем ничего. Нам подай, дай, подай. Мы только ротико, если по дому открыть или нет. Надо к чистому воздуху, к чистой воде и к природе. К экологически чистым продуктам. И дети, чтобы здоровые, с красными щеками ходили. Они зеленые и постоянно болели. Городец постоянно болеет. Зараза такая везде. Куча народа. В приходе храма Рождества Христова в Надкопане, как и в любой общине, есть два места, где все собираются. Это богослужение и трапеза. Пока не подойдет отец Антоний, за стол никто, естественно, не садится. Все-таки трапеза здесь, как и в самом настоящем монастыре. А атмосфера за столом по-домашнему теплая. Обедать все садятся только после молитвы. Есть подворье и большая библиотека. Там можно найти книги на любой вкус, отдохнуть в тишине или заниматься любимым хобби. У нас специально есть внутренний режим, внутренний распорядок, как в любом месте, где собирается какое-то количество людей, есть режим устав. И по уставу мы живем. Пойдем летом в 8 часов, зимой уже в 9. А где-то встают, молятся, завтракают, работают до обеда. Обед у нас час, после часа, часу за двух, да. Потом после, значит, тоже работают, потом в 5 часов они как бы этот чай, чай пьют. И потом до 8 часов тоже могут работать с послушанием, как-то что-то там поручается. А потом после в 9 часов, значит, вечернее правило. И, значит, до 10 там они занимаются. А в 10 отбой. Да. Ну а какое свободное время? Вот после вечера. Ну все-таки мы как бы здесь добровольно находимся, поэтому желательно жить по расписанию. Чтобы не болтаться, ничего. От праздности происходят всякие пьянки, гулянки и прочее. От праздности. Человеку делать нечего. Он занимает свое свободное время, значит, грехами этими. А это, да. Скажите, а родные к ним приезжают? Да, приезжают. Они их привозят. Они их увозят. Они им привозят какие-то вещи, которые им необходимы. Он все-таки в последний тур не приехал, но у него 47-го размера обувь. Обувь. Где я такую обувь возьму? Отец Антони очень творческий человек. Да и как иначе. В его биографии законченное художественное образование. Его мечта – возродить традиции нашего края. А также он хочет воплотить идею открытия небольшой студии, где можно монтировать фильмы про жизнь деревни, подворья, праздники, которые регулярно проводятся силами фольклорного коллектива при приходе. Ну, цель – популяризация, выход. Это, значит, показать православие в глубинке, жизнь его, православие. Оказывается, ведь не только у нас столичные блестящие храмы есть. Большими, огромными священниками. А есть обыкновенная такая жизнь патриархальная в глубине. И как вот живет приход, что он делает, как выживает, помогает ли ему. Или он находит какие-то новые формы работы, креативность его, когда сейчас любят такой термин, как его в этой жизни. Вот такая... Ну, это был цикл каких-то фильмов, да? Фильмов, передач, встреч, организация концертов, значит, лекции. То есть это нормальная, полнокровная такая жизнь, культурно-просветительская жизнь. Православие – это не... Вот у нас был разговор, что это как бы вот современный век, и как это ветхое православие, значит, живет в этом, значит, современном мире, эскулярном. Да он живет, еще как живет. Понимаете? В чем дело, что люди-то должны тянуться и видеть самое лучшее, и видеть то, что ведь кто-то трудится, делает, работает, старается. Есть какие-то плоды этого труда, это надо показывать, просвещать народ в этом смысле. Именно благодаря отцу Антонию и его ближайшим помощникам возродились в деревне такие праздники, как пасхальный фестиваль «Красная горка», Рождество, Масленица, Ильин день. Сначала они очень многолюдные, а теперь они собирают большое количество и участников, и зрителей. Наши места славятся тихой северной красотой и благостным покоем, которые покоряют каждого, однажды приехавшего сюда и потерявшего на некоторое время все городские суетливые звуки. Здесь ты вдруг начинаешь себя ощущать в совершенно ином мире, и незаметно для себя влюбляешься в это место и ищешь повода, чтобы приехать сюда еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok